господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 474 события дня слава иисусу христу аллилуйя с богом сразу звонят почему сестра старшая сегодня печет проспоры на литургию и она не начинает пока не благословиться они другие обвиняют меня о тоталитарный режим там старше ну разные слова нехорошие ну вот она звонит я не заставляю я успеваю сказать пару слов ей все время получить благословение ей не мешает это и читаем эпиграф еремея 32 35 мне на ум не приходило чтобы они делали эту мерзость вводя в грех вы почитайте полностью эти стихи посмотрите о чем бог говорит это бог говорит мне на ум не приходило что люди вытворяют особенно в церкви и особенно в алтарях за 30 марта 2017 года далее я говорю порядок как выходить на скайп по скайпу можете выходить на меня четырех до 16 00 по москве кто ждет разговора по скайпу он должен сначала написать тут же скайпе снизу спросить когда я буду свободен и не звоните не в свое время без договоренности что я свободен и могу принять прошу это правило не нарушать звонить можно 4 до 16 00 по москве я говорю им каждому это одному говорю следующий раз но у меня вопросы накопятся я ему разрешаю через две недели обычно через месяц ну а если что-то срочное то и сейчас я же выхожу бывает нет дома ухожу куда-то или уйдет запись какая-то в этом звонки мешают дальше скайпе на моей страничке и на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одно за неделю тогда не нарушать все регламент так новый завет сразу покажу ответы которые я даю разрешаю они на основании святой библии 77 книг синодального перевода на основании святых отцов которые растолковали нам и на основании правил книги правил 719 правил а книги из святых это патристика называется это 300 томов 300 томов фолиантов не брошюрок и на основании житей святых 1173 жития и вот в ответ когда требуется приходится брать оттуда материал но я же не буду по книгам лазить кое-что надо помнить и на основании поэзии всего мира примерно 500 поэтов и вот я показываю это наше издание трехтомник впервые за 2000 лет вышло в одном издании полностью толкование на весь новый завет с откровением это наше издание ну вот оно как выглядит показать закладками 280 280 гравюр гюстава даре которые мы раскрасили даже могу показать полный лист без обрезе вот она 280 картин так что если кто-то проникся желает то можете написать еще пока книги есть пожалуйста потому что эти земляров мало было всего 1000 это второе издание ну и более 600 ушли бесплатно по библиотекам то есть никак не восполняется люди которые меня спонсировали они знали что я нуждаюсь в деньгах но я говорил если не отдам чтобы не считали должником видите какие у меня благодетели находятся вы говорили 230 а 230 вы говорили чего гюстава даре да 24 я сказал не тогда вы сказали 280 нет неправильно сказал 230 видите как у меня следят 230 по 80 в каждой книге трижды 8 24 на 10 из этой из классики взяты да правильно других и нету это полная иллюстрации которые гюстава даре сделал гравюры его благодарю володя спасибо дальше читаем александр гребенюк здравствуйте отец игнатий меня зовут александр я из ростовской области города аксай я приветствую таких людей как вы и уважаю всех христиан мне нравится ваше видео когда я смотрю на вас то понимаю что на земле есть еще люди с верой в господа иисуса христа я люблю ездить паломникам по святым местам недавно был в липецкой области города задонск в мужском монастыре там мощи нетленные святого батюшки тихона задонского мне приятно общаться с праведниками божьими я хочу вместе с вами спастись от пришествия антихриста если что простите меня грешного ведь еще от пришествия антихриста он желает спастись докажешь ты спастешься такая канавка и серафима саровского не перейдет советская власть разровняла все и там атомные какие предприятия были не надо выдумками тешиться от него спасаться никак не дано это время назначен он придет за три с половиной года до пришествия христа поэтому как устоять при антихристе ну смотри сам учись дальше наталья чернова смотрела ролики с духовными чадами гурия чезлова наверное слышали о нем вот мария говорила что когда выходила с церкви батюшка увидел что после службы она снимает платок и говорить ей ох мария двум богам служишь после этого она поток уже не снимала одной проповеди завязала и как плотно так теперь я говорю итак игнатий лапкин прошла ночь с момента встречи с почившими на лаврах злодейства кто придумал но думал и обдумал эту встречу на нас троих полагаю что лучше вас никто не расскажет это я пишу сергею козлову парализованному и много подробнее расскажите кому эта мысль пришла то есть врагом с поносителем со злодеем против меня злодействующая примирение сделать и и он вышел по скайпу это вообще вот посмотрите там а не изыскивать это расследование за расследованием делать называется ролики прям рядом самом начале в нашем ю тубе на нашем канале так кому пришла эта мысль когда и отчего и как поэтапно вызволяли задохнувшихся в злодействах это необходимо знать не мне только одному потому что дар миротворчества непростой дар но уподобляющий немалому но самому богу делающий сыном божиим матфея 5 9 блажен и миротворцы ибо они будут наречены сынами божиими видите как это дар особый у человека есть такой сколько у меня друзей никто этого не сделал а это сделал парализованный 14 лет прикованный познакомьтесь пока он живой образец мужества крепости и миротворчества первое о покаянии они не думают но все мысль свою кургузу устремили и закрепили на одном сломить лапкина игнатия тихоновича сделать его подобным им на больше у них ни в мозгах не в совести нет ресурсов это и сквозило непрерывно в этой ночной беседе в их притязаниях на мою душу вот почему к этим двум видеороликам я взял эпиграфом именно эти слова ганимова и непризнанного псалмопевца поэта непобежденного генералиссимаса давида сына и есеева из иудина колена царственного генералиссимас присваивается звание тому кто много воевал в жизни и ни разу не был побежден я же умолял его об одном отстаньте от меня чтобы бог не поразил вас окончательно откуда эти слова я брал второе царство 222 и повторил а винир еще говоря осаилу отстань от меня чтобы я не поверг тебя на землю то есть он гнался за ним на коне и он ему отвечал но тот не захотел отстать тогда винир поворотив копье поразил его в живот копье прошло насквозь его и он упал там же и умер на месте вот и все и неоднократно он изъяснялся в неизменной своей любви к своим под поддельникам хулителям по радио блевать и не на меня с кем я беседую вы увидите я не хочу произносить даже имя чтоб снова не возродилась но ролики стоят и поэтому я говорю а вот эти люди с кем они там на студии против меня воевали говорили лгали лгали просто беспробудно и безбожно теперь а я их уважаю люблю защите никакого раскаяния не было ты должен возненавидеть эту дружбу их призвать к покаянию а нет я их люблю ну и люби раскаяния не было у этого болящего головой и я о том ему сказал не единожды он озабочен был чтобы у меня не было врагов поносителей и что в дальнейшем я мог жить как он выражался беспроблемно тьфу несколько раз на поганное слово а то я на слово проблема никогда не употребляю и говорю такое слово фу тогда бы у вас было по-другому не было как это так когда господь обещал все желающие жить благочестиво будут гонимы блаженны выхода буду гнать вас позорить там неправильно засовет за меня зачем же мне награду то убирать я должен сделать вот то 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 да они не понимают чего просят чтобы я был более мягкий говорил елейным голоском вот так вот ну ладно я буду такой сделал послушал дальше что и ко мне отношение изменится да нет конечно я то буду говорить все равно книги то это не не просто книги книги таран книги дальней артиллерии книги которые людей приводят к богу да книг то не одна только в книжном варианте 38 книг томов я буду молчать но книги то говорят то же самое что я говорил вы будете требовать убери книги ну ладно давайте послушаем убрать их нельзя они более чем 600 библиотек попали при том начиная от владивостока порта находки до лиссабона в государствах европы отправь на великобританию в америке в австралии скандинавия прибалтика все остается но меня нету а что это толк то какой я остаюсь тот же самый и книги будут также работать теперь ролики ну скажите вот если вы знаете у кого сколько роликов у нас видеоканал и на нашем видеоканале моих роликов только моих 6700 ну понимаете что это за цифра это всех вместе собрать которые выступают священники не наберется вместе с кураевым там с осиповым а это наш труд наш на нашем сайте 50 книг аудио мной насчитаны от 12 тому добра это златоуста 12 книг жития святых но если такое нет во всей мировой сети почему бог меня избрал на это бог избрал я насчитал как уж хорошо ли плохо другой вопрос а так и вот теперь я не могу быть другим я тут буду зачитывать вчера он появился у нас к утру этот ролик уже здесь в интернете и сразу пошли отзывы и ни одного нету который сказал бы да говорят хорошо вы изменитесь давайте и то другое наоборот вы сразу исчезните вы нам другой не нужны а только такой через это мы нашли вас дальше откровение 921 и не раскаялись они в убийствах своих а я им доказал что они убивали меня когда лагерь роспотребнадзор меня гвоздал пришлось лагерь ликвидировать они в это время выступали самые лютые враги так бейте его добивайте этого упыря сколько вы можете терпеть но явно что бесноватые были по крайней мере на тот момент 1 иоанна 3 15 всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца а вы знаете что никакой человека убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающие сидят в студии льгут на меня что я и ни одного слова нет истины просто придумывают и откуда ни страха божья нет ничего сидят там священники и прочее но и он участник в этом и дальше я привожу правила из книги правил григорий неокисарийский правило 8 если которые сопричислились к варварам и с ними во время своего пленения участвовали в нападении забыв что были понтийцами и христианами но ожесточаясь до того что убивали единоплеменных своих или древом или удавлением также указывали неведущим варварам пути или домам таковым должно преградить вход даже в чин слушающих храмах не запускать этих людей доколе что-либо изволят о них вместе сошедшись святые отцы и прежде них дух святой бог как даже правил на них никаких нету их отлучать я им сказал здесь минимум на 10 лет вас отлучать надо за то что вы лгали когда у меня война тут шла дальше правило двенадцатая плащ бывает вне врат молитвенного храма это четыре ступени первая называется плащащие то есть они даже на крыльце в любую погоду стоять там так где плащ дальше вторая ступень куда они придут допустим если человек отлучен на 12 лет четвертая часть это три года три года стоять только на крыльце вторая часть слушания разрешается где слушание бывает внутри врат в притворе где грешник должен стоять до моления об оглашенных и тогда исходить вот как это еще три года стоять только в притворе и потом выходить как оглашенные за дети обязаны выйти на улицу ибо правило глаголит слушав писание и учение да изгонится и да не сподобится молитвы а что это сегодня где-то нигде нету во всем мире а у нас это соблюдается даже не по этим ступеням а еще строже все время стоит там пока оглашенные за дети они все выходят дальше чин припадающих есть когда кающиеся стояв внутри врат храма исходит вместе с оглашенным уже внутри храма вот четвертая часть а четвертый чин следующие три года а чин вместе стоящих есть когда кающийся стоит вместе с верными и не исходит соглашенными это купно стоящие конечно же есть причастие святых тайн вот щиты пройдет они стоят стоят слушать но не причащается их конечно конечно же это видимо это словно конечно и то есть последнее то что через 12 лет они будут допущены они именно это делали со мной дальше я в конце и сказал на что они годны стоять вне врат церковных за лютость свою неумеренную и вредительство делу божиим им нужны мощи разве я на это посягаю то есть на меня все время обвиняют я против мощей это вы против мощей а не я все перевернули почему да потому что заповедь дана богом в раю еще сирахова 27 9 птица слетается к подобным себе и истинно обращается к тем которые упражняются в ней раз они мертвы не к мертвецам и тянутся что вы ищете живого среди мертвых ставшие трупами мертвецами при жизни уже лепятся к трупам подобным себе вот и птица слетается подобным себе не называю имен но снова опережает события грядущие он же себе застолбил должность обличителя лапкина и лапковщины в кавычках как он придумал душить меня в этом якобы капкане вот так везде лапкащина у нас было архиерея стал говорить вот придумать я говорю где его спросили архиерея ничего не мог показать я не придумываю и андрей кураев дьякон и говорит игнати ничего не придумывает он просто поднял целые пласты которые мы забыли вот он это знает он приезжал у меня здесь был и книги у него теперь все мои есть дальше они не хотят зарыть свои пакости но лезут на вышку критиканство меня и моих дел зачем второзаконие 23 13 кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка и когда будешь садиться вне стана выкопаясь яму и опять зарой ею испражнение твое ибо господь бог твой ходит среди стана твоего чтобы избавлять тебя и передал и передавать врагов твоих в руки твои а посему стан твой должен быть свят чтобы он не увидел тебя чего странного и не отступил от тебя вот какое дело то то что вы делали пакости говорится на меня гадили это зарыть надо все судя только поэтому что высвечено ярче солнечного дня они уже нарекутся явными безбожниками ибо бог не обещал жить среди скверны где сердце тюрьма вот так они не постятся как должно исая 58 6 вот пост который я избрал разреши оковы неправды развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо сердце как тюрьма они против и против и про это только оборонялся дальше если бы было истинное покаяние то он бы не повторял если согрешил где если согрешил не то есть совесть совершенно замуж а если согрешил ты не просто говорил а на эфир поносил злодействовал просил меня добивать с детьми когда я там совершенно говорится ну что тут полиция прокуратура суд все против меня но суд не вырешил пользу роспотребнадзора то это редчайший случай а они могли это сделать но господь не допустил дальше значит совести нет и вместо сердца там ржавая железка столько мерзости излить поносить и вдруг если какие если лубом в пол и рога вглубь земли это я им советую защищать сегодняшнее монашество и ажиотаж с трупами мощами на это разрешится знакомы с духом евангелия делающие так они суть бесталанная лживы и мстительные эгоисты лицемеры и глушители истины такая их лжемудрость ведет в ад притча 2 18 дом ее ведет к смерти и стези ее к мертвецам лука 9 60 но иисус сказал ему предоставь мертвым погребать своих мертвецов а ты иди благовествует царствие божие вот так разве господь призывал нарушать общий путь тела бытие 3 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю из которой ты взят ибо прах ты и в прах возвратишься кто это отменял я пишу дальше не в антиминцы не в мощевики не в раке а в прах то есть землю не в мавзолеи под баллах балдахинами церковными марка 4 23 если кто имеет уши слышать да слышит лука 9 60 но иисус сказал ему предоставь мертвым погребать своих мертвецов а ты иди благовествует царствие божие даже которые хоронят уже мертвецы мертвецам оставь а тут раскапывать идти раскапывать мертвое резать расчленять бог говорит мне на ум не приходило что вы делаете то юрий соболев мир вам дорогой гнатий тихонович спешу поделиться радостью вчера по милости божией виделись с братом александр марьясовым который был в нашем городе проездом из краснодарского края удивительный человек и настоящий православный христиан как какая похвальная вода поется человеку который шофер и те три с небольшим часа что проговорили мы в захлебу пролетели как одна минута по-мирски говоря вам игнатий тихонович вчера вечером должно было крепко достаться икотой когда вспоминает икота а кто такие они говорю шофера этот юрий преподаватель томского государственного университета академии и ведущие занятия в местной метрополии епархии духовный аромат же и вкус беседы до сих пор со мной слово родной и очень близкий человек после долгой разлуки навестил меня вчера дивен господь наш иисус христос общаясь с вами игнатий тихонович с таким братом как александр я чувствую себя каким-то маленьким школьником на пороге духовной школы который по незрешенной любви божьей удостоен общения со старшими братьями а почему тут я потому что со мной знакомы юрий соболев марьясов через меня они познакомились и я среди них неизримо присутствую и он мне это все пишет и хочется лишь внимать слушать кивать пребывая в блаженном состоянии братской любви улыбка не сходила с моего лица как мне кажется весь вечер как дурак улыбаясь и сейчас набивая эти строки на рабочей перемене всего впечатления не выскажешь и не выразишь да и невозможно это лишь этот лейтмотив звучал и звучит в моей голове все время как хорошо и как приятно жить братьям вместе это как драгоценный елей на голове стекающий на бороду бороду ааронову стекающий на края одежды его как роса ермонская сходящий на горы сионские ибо там заповедал господь благословение и жизнь на веке столом 132 молитвенно и благодарно обнимаю вас Игнатий Тихонич храни вас господь видите как вот такие письма получать я скажу что не каждому удается такие письма получать теперь я сейчас покажу у меня есть фотографии когда они там есть фотографии посмотрите на лица у них какие лица потом это увидите ролик этот смотрите вот они вот они сидят голубки посмотри видно видно теперь смотри я еще больше увеличу посмотри на глаза на лица ну где это возможно такое найти я еще больше даже сделаю вот как но я с вами братья юрий александр вместе юрия еще ни разу не встречал руку не пожал александр дорогой нас встретил когда мы на благовестии были и там на дороге знал что по этой трассе едем сколько ждал неизвестно и увидел и мы проехали то ли не заметили ли еще то ли догнал нас сейчас не помню как то но это все в интернете у нас выставлено и купил такой чемоданчик где новый вот так инструменты лежит все гайки там эти ключи и прочее мало того знает что горошек зеленый мне до дал там корзиночки разные подарил на троих три корзинки с какими-то ягодами клубника или что-то такое вот этот вот и что интересно ухаживает александр где-то за больными как няня нянь нянь александр нянь и тут кое-кто будет отзываться на это я отвечаю ему игнатий лапкин 3 и она 14 для меня нет больше радости как слышать что дети мои ходят в истине ну они для меня такие если радости вот это фото мне бы тоже хотелось сфотографироваться с вами сесть где-то сбоку или снизу пока скажете пересесть и можно же и это при желании сделать а как нынче 9 07 2017 года потеряевки намечается крещение в июле вот тут и побудете а если приедете пораньше то разрешим и поработать у нас и отдохнете по степи побродим помолимся заметьте отдохнете вот я обращаю внимание я просто написал как есть я не выдумывал ничего такие простенькие слова написал вот видите прочитайте еще раз эти слова и какую силу они несут себе отдохнете по степи побродим помолимся ничего тут невыполнимого же нет смотрите а то можно и опоздать и приехать только напоминальные крошки ну понятно что то есть уже меня похоронят и даже мертвого не увидите юрий соболев сразу же ответил аминь да игнатий тихонович вопрос летнего посещения потеряевки вчера оговаривали с братом молимся об этом ибо всего желает чрезвычайно один в красноярске другой вон откуда идет александр марьясов игнатий тихонович дорогой мир дома вашему мы накануне с братом юрием как раз об этом и говорили вот тебе надо краснодар понимаете марьясов из краснодара этот из красноярска два красненьких собрались дальше да это мы вчера говорили с братом юрием на кухне у него а катя супруга юрия запечатлела нас на вчера было очень мало времени три часа пролетели как одна минута и как много осталось несказанного молим господа чтобы встреча состоялась у нас всех с вами игнатий тихонович потеряевки спаси христос потеряевка дальше я отвечаю геннадий лапкин после прошлогоднего нападения лютых недругов на наш православный детский трудовой лагерь стан мне как основателю и начальнику этого уникального во всех отношениях лагеря стана просуществовавшего 45 лет закрыть его и распустить команду пришлось да в этом году мы переходим в другой формат решение ликвидации лагеря стана в виду абсолютно невозможности существовать было принято решение 19 07 2016 года приобрести несколько домов и там принимать дорогих наших гостей и детьми первая часть уже свершилась и к столбам возле домов подведено электричество построены сдвоенные туалеты во дворе почищены печи перестелены полы отмостки вокруг домов убран бурьян а что мы успели сделать приобрели дома купили это в двух домах уже навели такой порядок а самом деле уже у нас четыре дома осталось внутри навести порядок покрасить обои наклеить провести в домах электричество устроить столовые спальни заготовить дрова здесь покупаем кухонные комбайны и посуды и прочее для кухни я сказал как кухонные комбайны и мне тут один заходит к нам валерий валерий и говорит самый лучший кухонный комбайн это галина загуляева завозим продукты привести в порядок колодцы везде сделать запоры изнутри и навесные знамки снаружи замки завозим продукты хлеб печь самим в русских печах свои холодильники отремонтировать в домах сих живущих хозяева приглашают к себе гости людей и отвечают за порядок сохранность и безопасность распорядок дня и деятельность точно такие же как были в лагеристане придумать что-то новое не нужно и небезопасно существующее уже проверено 45 раз 45 лет значит было и 45 раз если в годах не было аварий болезни повреждения взрослых и детей то и нужно закреплять уже наше надежное и дешевое кто желает поучаствовать в этом благом деле поработать кто желает я вопрос задаю сейчас ко всем приезжают только с детьми и только по разрешению без разрешения категорически всегда запрещалось и тем более ныне заезд будет примерно 10 июня 2017 года закрытие примерно 2 августа или для некоторых чуть позже кто запросит данные маршрутку после проверки будем ему будут ему даны после моего объявления сегодня видите как события дня какие рахиль загидулина игнатий тихоныч как меня этот скуратовский раздражает напросился типа извините тут же требует изменитесь кто вас просит заходить изменять нам всем нравится кому нет не заходите всем нравится такой какой я есть с этой строгостью как не говорят и прочее но я не называю фамилии нигде это она назвала я еще буду скрывать то вот так этого крещеная православная была у свидетелей его вы казашка очень искренне что интересно крестили внимание то не крестили а главное фамилия теперь она райхан была теперь рахиль и крестились дети один марк на другой другой там еще то тоже рафаил и дочь там крестилась у нее кажется ревекка что ли какие имена все далее вообще удивительно по-видимому дудин дал своим душителям указание опять и влезть к вам чтобы вам нервы трепать не нервничайте блокируйте их сразу видно же как он лежа закинув руки вальяжно так говорит с вами таких на корню уничтожить всякую связь христианин православный игорь думчиков почти полтора часа видео и у виктора один серьезный кавычка серьезный вопрос о мягкости игнатия тикановича все галина влезть блеско на макузгнецк мир вам да понятно и поклон за приглашение помочь с детками на трудовом отдыхе молюсь о своем приезде на помощь вам пожалуйста уже работает пока неблагоприятные обстоятельства мама 83 годика после операции на сердце и моя работа и к вашим проверкам новых лиц помощников без вопросов сама такая же и вы мне человек близки по духу я сказал сначала мы должны вас проверить то есть характеристики надо запросить от священников которым выходите иногда даже от двоих священников сейчас готовим с сестрами милосердия благотворительные акции пасхи христовой в трех больших торговых центрах города благотворительная душа будет насыщена притч 11 25 наши визитки она попросила и теперь сами там издали и раздают вот удивительно как ваши визитки всегда с нами подвижки есть и на нашем приходе и в миру но мир все-таки накрыл сердце человеческое а после аморальщины и беззакония в церкви невидимая сила отталкивает народ от христа так не и гнатья отталкивает а ваша жизнь как в наше время мощнейшей общедоступности информации необходимо следить за собой особенно христианам три восклицательных знака страх божий среди христиан утрачен в роликах с куратовским требования комфорта и культуры с обеих сторон одна сторона просит не ругайтесь другая отстаньте от меня и так ничья победила дружба игнатий тихоныч мы же ваши детки а в семье детки все разные вы же этого и желали изменить больных христиан меняемся если захотим низкий поклон за ваши труды на ниве христовой и заботу о нас зернышках в любви к вашим трудам и вашей личности признавалось раньше здравие и спасение это раньше в любви признавалось что тут повторять дальше здравие и спасение аминь мир вам да игнатий тихомич блаженный миротворцы это сергею козлову а эгоистичествовать виктору скоротовскому пока придется читайте какие мы разные это про ответ рахиль как пальцы на руке но если их сжать то сила получится меня учила крестная мама просить прощения так простите ради христа и руки сложить как перед чашей христовой вы принесли покаяние за оскорбительные свои слова в сторону виктора скоротовского но продолжал просить вновь и вновь дотошно от вас покаяние вот делаю заключение эгоизмус ваши труды не наши трудности один выход продолжать трудиться вместе скоротовский вышел из осады обороны для продолжения общения с духовными драгоценностями которые вы достали из глубокого подземелья для нашего с вами спасения нигде с нами так не возится как на ваших ресурсах нигде поэтому как глаголит мудрость народа не плю в колодец пригодится водиться напиться аллилуйя о действии благодати божией в человеке кавычки открытой жизнь духовная есть сила действовать духовно или по воле божией такая сила потеряна человеком посему пока снова не даться ему он не может жить духовно сколько бы не полагал намерения вот почему излияние благодатной силы в душу верующего существенно необходимо для жизни истинно христианской кавычки закрыты епископ феофан четвертое том может страница 87 88 Игнатий Тихонович поясните скуратовскому и нам еще раз о получении божьей благодати человеком поклон как все тут объяснять благодать я никогда так вопросы не ставлю я говорю вначале вот где ты хочешь быть благословенным никогда не хули народ божий евреев и второе плати десятину ну это священству десятину а там еще говорится от прибытков каких это первое второе никогда не спори не злись при чтении слова божия благоговейный исаак ньютон снимал шляпу вот так и живи но остальное это все нам сказано евангелие что буду говорить то но благодать это не означает что мне надо 47 лет как мария египетская корешками питаться по пустыне бродить а потом благодать получите на уровне левитации полметра земли на локоток стоять чтобы в обморок засима попадал нет у меня этого Юрий Соболев пишет знаете Игнатий Тихонович простая фраза эти четыре слова будоражат меня весь день своей неисчерпаемой глубиной простотой кавычки открыты постепи побродим помолимся вот смотрите я да там это выделил и мне кажется ничего особенно в этих словах нету но он ухватил самое главное ну во первых это человек грамотный посчитай что по степи побродим помолимся и никаких слов не нужно более никаких иных пейзажей это даже не поэзия а божественное бытие присутствие бога запах трав медленно перетекающий от дуновения остывающего азиатского ветра стрекотание кузнечиков в тишине вечера вечера молитва весь день мысленно повторяя эти четыре слова словно и сихаст понятно вот как делается люди что расположен я сказал скажу что совершенно просто написал ну какие слова постепи побродим помолимся но и видно как с конем идет поезда с конем идет там песня казак с конем идет здесь ничего нету постепи побродим то есть мы идем в одном направлении в другом вместе уйдем так так гнать и лапкин прошлые годы годы потянулся я от ваших слов воспоминания вот в прошлые годы и я ему сказал он там думать а теперь я на его слова уже реагирую ночь только началась темнеет мы с детьми стоим на холме близи лагеря на возвышенности искусственно насыпанной где была водонапорная башня в колхозе то есть где сейчас мы сделали морить он загородили там комариком ветерок отгоняет под звездным небом ведем беседу с детьми уроки и зарубки на вечную память и вот иногда дети нарушают устав и уже после отбоя отошедший ко сну по келье кто-то разговор начал таких на провежь одеться поплотнее от комаров и на часах стоять прутик в руки в разных сторонах лагеря стана чтобы и не видели друг друга стоят по полчаса на посту и вот таких иногда набирается штук несколько я специально сказал штук это из собачьего сердца когда говорю сколько там даже четверо штук филиппилипович их потихоньку забираем и ведем на этот холм а потом и далее пруду и там будут беседы с глубокой начинкой и дети потом со своими сотоварищами и делятся как прошли у них дежурство на часах и тогда все и нам охота искусственно лезут в нарушителей чтобы такая непревзойденная аудитория была когда слушаем шелест поспевающей пшеницы рядом как кричат совята в темноте выводя на себя своих матерей кормилиц она же не знаю они кищат пищат и они на писк отходят и очень интересно зашел человек я его не знаю но сказал познакомиться с ним надо еще на мародератор сказать чтобы вывести его новый человек и он пишет так алексей алексеев если алексеев это будет слушать выйдите на меня в моем мире на skype выйдите упаси бог хоть в чем-то измениться игнатию тихоновича глубокое непонимание у многих людей причисляющих себя к православным или христианам по отношению к тому какой должен быть подвижник божий и всех пытается подогнать под какой-то один стандарт что-то вроде человек любовь в мирском понимании православие это не только широта взгляда о мире видимом и невидимом но господь такое же разнообразие дал в проповедниках слово божие с учетом именно потребности самого мира сложности взаимоотношений и разнообразие характеров люди народы нации притом это абсолютно правильно пишет абсолютно правильно разнообразием типажи проповедников одни смирением и редким но удивительно метким словом поражают приходящих к ним другие потоком красноречия соединяемых удивительным образом слов писания и жизненных примеров кто-то жесткостью по отношению грехам кто-то с нисхождением я нашел где у него как бы канал и посмотрела пол сотни моих роликов у него там стоит все это мир православия он живой широкий безграничный удивительно мудрый одновременно поражающий своей простотой и сложностью слова стерилизация рафинированный искусственный причёсанный и прочее не существует в словаре величайшей науки из наук православия ох вот это вот очень сильно сказано поэтому игнатий тихонович именно такой какой он угоден богу на данный момент в конкретный исторический промежуток времени и с учетом его даже географического расположения на территории россии где сект больше чем грибов в лесу в августе именно с таким характером тембром голоса и неотступной позиции по отношению к содержимому священного предания священное писание правила веры литургическая жизнь церкви и труды святых отцов он занимает свою отведенную ему нишу повторяю это очень глубокое рассуждение и именно так когда собирались тут были священники отец геннадий пас юрасов и говорили это никому не дано и подражать этому нельзя а один сказал а чё подражает то подражает говорит а собачий хвост видно у них без всяких но или время другое говорит слово божие не имея по сути своего мнения вот это андрей кураев и сказал моего то ничего нету это только не знание сути глубины вопроса подвигает оппонентов и слушающих на раздражение и желание приписать несдержанность или самомнение игнатию тихоновичу ведь в каком состоянии находится церковь земная сейчас что наполняющие ее люди то есть мы не хотят принимать даже самое простое по сути базовое в учении церкви встречай это в штыки но при этом рассуждай о чем-то глобальном абсолютно правильно повторяю я сразу скинул данные юрию соболеву сейчас смотрели мы фотографии с марьясову еще другим говорю найдите мне этого человека выведите его на меня или как минимум чувствуя уму непостижимо дискомфорт то есть она сама разговаривает эти люди но тут как раз беседы такие пришли и здесь не надо что-то прибавлять или убавлять ибо если бы ко всем качествам заложенном в игнатия тихоновича прибавить то то что мы все слушающие его как проповедника хотели бы прибавить по человеческому рассуждению смиренный дух кротость и любовь человеку собеседнику в том виде в котором она была скажем у преподобного серафима или из современных иоанна крестьянкина или николая гурьянова и при этом он был в русской православной церкви московского патриархата то возможно его сгноили бы очень быстро абсолютно правильно почему мы не можем туда войти я даю наказ своим завещание патриархии никогда не входить сегодня у нас золотое время такого митрополита бог дал иванников сергий к нам приезжает бывает здесь настолько открытое лицо обнимает и целует и мы как будто бы в одной семье живем туда нам нельзя нас сразу уничтожат потому что вызвало невероятную нездоровую ревность происходящим у многих волков в овечьей шкуре аминь а так народ не валит потерявку поездами поездами автобусами а слушает на расстоянии и потихоньку прививает любовь и правильный вкус к православию то есть библии святым отцам службам проходящим храме если бы была возможность перемещаться во времени и увидеть воочию святых отцов которых почитаем то большинстве случаях мы бы разочаровались вот вот эту мысль никак не говорят я все время об этом говорю а на него свободно плевали ходили ноги вытирали как на пророка илью меньше ведь сказано что нет пророков в своем отечестве именно так аминь потому что сегодня на них смотрим как раз через стерилизованный образ очищенный от всего мирского вот именно стерилизует матрону говорит когда канонизировали то поступали записки кто знал его намного говорила что-то обличая священника не это это не пойдет они вырезали так это уже не матрона это образ который вы подстерилизовали под это то есть не чувствуем запаха одежды и тела не видим как они справляют нужду едят а потом с остатками пищи на бороде разговаривают с повстречавшимся с ними человеком о боге здорово вот именно так и было я всегда об этом говорил всегда мы не видим как они сердятся и даже ошибаются порой в суждении если вводятся своим умом как говорил преподобный серафим поговорив с кем-то из них мы бы даже пришли в недоумение от того что его потом буду считать святым я поставил здесь на знаке прикинания у него не было дальше потому что будем на праведника смотреть через призму своих личных нагромождений через свое кавычках православие то такой голос он как говорил то другое я никогда об этом не думаю и когда получим от него палкой по горбу то оценим это как личную обиду не понимая что он видит в тебе грех иначе и делает именно то что требует от него именно конкретный случай именно с тобой но представь себе человек подходит к причастию священник как стоит как материю подкладывает а он ложечку держит рукой и вдруг в лоб ему бац священник что бы сказали а это делает и анкранштадтский и он когда показывал кровь он бил в чашу чаша звенела говорит на весь храм он живой был и надо учитывать что игнатий тихонович не архангел гавриил а простой мужик из плоти и крови с определенными дарами дарами от бога такая манера у него общение каждый может с учетом времени понимать по заголовкам что ему стоит смотреть да а что не стоит смотри не нравится отойдет чего то залезут и мало то матерят меня тут как угодно ты там мудак так разными словами ой ужас какой кому общение по скайпу кому занятие по слову божьему кому жизнь в деревне и подробности которые сопровождают ее так что каждый фильтрует себе как считает нужным ведь наверняка каждый ловил себя на мысли чтобы это не надо было говорить игнатию тихоновичу или показывать и меня так мне говорят вот вы показали конфликт потеряевки был это валентина павловна конева была старейшая тут у нас умерла и она вот это вот прочитала я да зачем же вы это сделали да люди кто же по теперь потеряю куда причитать прямо начала но она любит нас я говорю нет когда я вернулся то закон гласит я репрессирован по политической статье имею право пойти в суд и запросить мое дело и выписать из него что хочу я это и сделал книга вышла для слова божья нет уз и там есть много чего никто не знает отрицательное против меня я все выписал поместил книгу как узнали да кто же с вами разговаривать будет после этого наоборот это привлекает людей почему я не фильтрую я пишу так как есть и даже вот эти ролики как они есть записано я не доваляю я бы может сделать что-то добавил на фотографии мне очень нравится как сергей козлов делает но я не умею и это не умение моё мне на пользу послужило мне никто не обвиняет что этом стилизу и начинаю компоновать не то не потому что это плохо потому что люди не поймут и сделают неправильное суждение о нем именно так мне и говорят любя меня это говорят с теми же голубями и кротом например я режу а крота принес и отдал собаке а например его задавила в капкане шарик но кто не жил в деревне и не знает что каждый день для пропитания убивают кур уток гусей кроликов овец баранов быков лошадей и в том числе собак и котов если они давят птицу и так далее травят кротов потому что они уничтожают тяжелый труд на земле то для тех это выглядит как неприемлемое понимаете я ничего не могу сказать у меня большое желание встретиться с этим человеком это так написать он не может с бухты как барахты он написал как будто жил рядом и слышал о чем я говорю или много смотрел много роликов похоже он это все так и понимает добавка после слове хорошо что виктор нашел себе желание пообщаться и частично попросить прощения главное частично вот это все самое главное но столько было сделано за это время что перелезть через это и переступить через себя будет очень трудно он знает как они меня клеймили как и лгали где в студии сидят на весь мир а я говорю отстаньте от меня и разбирает каждое мое слово и лгут и лгут непрерывно и это чувствуется в разговоре цена когда говорят а то есть натягивает дума еще сказать следующее так чтобы вроде бы самому то не в просаг не попасть попытки постоянно найти себе оправдание причинах своего оповедения по отношению к игнатию тихоновичу при при этом выводя Игнатия Тихоновича на то, что бы он с этим согласился. Да. И не могу понять, если человек не болен, то что это за проявление неуважения к постороннему человеку? Разговаривать с ним лёжа. Ведь по таким малым вроде вещам можно судить о многом. Неверный в малом, неверен во многом. Да. Так, Алексей Алексеев дал такой комментарий под этим роликом. Я показываю, как этот ролик есть. Вот, под этим роликом дал. Ну, что, ну, можно даже на время показать. Сейчас я нажму на него, чтобы вывел он нас на этот ролик. Какой ролик? Вот он ролик у нас. Какой? А вот он стоит. Ну-ка, вот здесь. Это его личный выбор. Я тут ничего не хочу, как бы, говорить. То мне кажется, что и Господь бы ликвидировал бы вот этих всех врагов. Почему вот я позвонил сегодня? Почему я позвонил? Да потому что в молитве Господь мне говорил, что нельзя, нельзя вот враждой поменять человека. Вот ты не прав в том-то, в том-то. Я сказал, да. Проявление личной вражды было. Я же это открыто признал, понимаете? Вот, признал сегодня. И мне кажется, если бы Игнатий Тихонович стал помягче, если бы он, ну, по-другому стал как-то относиться к людям, вот, по-другому общаться и так далее. Я просто говорю, человек, который со стороны, то вот эти бы враги, враги, они бы сами по себе и пропали. И Господь, мне кажется, Он бы начал бы свою работу. Он бы, значит, ликвидировал бы вот эти все препятствия, которые возникают у Игнатия Тихоновича на его пути. Понимаете? Но опять-таки, я говорю, человек, который со стороны, и призываю Игнатия Тихоновича углубиться в святоотеческое учение, особенно святитель Игнатия в речении него, в житие святого Серафима Саровского, Сергия Радонежского, который, кстати, Игнатий Тихонович очень любит. Я знаю, что вы начитывали житие Сергия Радонежского. Может, я ошибаюсь или нет? И если бы Игнатий Тихонович углубился в дух святоотеческого вероучения, и критически больше стал бы на себя смотреть, я думаю, Сергей тоже говорил такое. Почему вы ничего не слышали? Я говорю это только с любовью, поверьте мне. Игнатий Игнатий, Сергей говорит, что не слышно им. Вам это разве не слышно это? Нет. Ну, это немножко из ролика показать. На, поставь рядом, включай. Как ваш брат в кресте, только с любовью. Мне кажется, что это не только бы помогло, это бы, ну, вообще, такую революцию произвело бы у вас. Это ролик. Это очень хорошие люди. Тот же Никита. Ну, вот, то есть колонок идёт, колонки там делал, колонки микрофон поднятили. Всё, я перешёл. Перешёл опять. Всё, мы закончили. Так, подумалось. Дальше говори. Подумалось, что неплохо вам бы найти его, выйти на него и поближе познакомиться. Это был Алексей Алексеев. Я вышел на его ресурс. Там много наших роликов. Постарайтесь. Это я говорю своим братьям. И Сергею Пупкову тоже говорю это. Найдите. Алексей Алексеев. Ну, зайдите. Он комментарий тут даёт под роликом. Это всего два ролика-то. И под этим роликом он даёт комментарий. И по комментарию выйдите на его канал. И дальше как-то найдите. И выведите меня на... Ну, он там всё много имеет. Давно слушает. Видно нас. На свой ресурс он переписывал. Или как там наши... Такие эти... Уже готовые ролики. Дальше. Пишет Влад Медведь. Слава Иисусу Христу! Игнатий Тихонович, оставайтесь таким, каким вы есть. Если бы вы, не ваша строгая стойкость, то вряд ли бы я и мои друзья приняли православие. Понятно. Новые и новые люди приходят через такого, как есть. Слава Богу за вас. Но скажет кто-нибудь. Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Это я своим оппонентам говорю. Вокруг меня крутитесь, там что-то делаете, плюётесь на меня. А у вас-то ничего нет, на вас нападать. А мне голыми руками, я говорю, бери. 38 книг. 6700 роликов. Да что тут не говорить-то? Можно наковырять? Иакова 2.18. Дальше. Михаил Кальмаев. Хочется поблагодарить Сергея Козлова за организацию этой встречи. И не только этой. У него большое сердце, желающее мира. Этот его труд, думаю, не будет напрасен. И принесёт добрые плоды для всех, кто смотрит его ролики и ролики Игнатия Тихоновича. Но только не заставляйте и не настаивайте быть другим Игнатия Лапкина. Он высоко летает. А вы просите его опуститься на землю, вместо того, чтобы самим научиться летать так же высоко. Это интересно. Я вёл занятия среди заключённых. Ну и у них отдельно уже отбывают они. И называется больничка. Лечатся там. Народу много. Там туберкулёзники разные. Я говорю, и тогда один встал из них, видно, такой вопрос задавал. Грамотный человек. И сказал, вот вы говорили, я кое-понял что, но всё не понял. А наш контингент какой? А вы не могли бы, ну как-то попроще? А я тем более, иностранных слов у меня нет. Я говорю просто. Я говорю, вот смотрите, человек пьяный лежит в луже. Я хочу его сделать другим. Вот один вариант такой. Я ложусь в лужу рядом, чтобы моя голова была на уровне его головы, и начинаю ему разговаривать. И, Ваня, ты не пей. Ваня, нужно вставать домой, идти. Тебя жёнушка ждёт, Ваня. И лежать в луже с ним. А другое дело, встать его, стряхнуть. Может, перетащить другое место-то, и начать с ним говорить на другом уровне. Он говорит, ну тогда так. Николай Негоголь, 39-й минута. Все только и хотят одного. Хорошо и бесплатно. Так что совет лучше пригодится самому... Кто это? Дьякону. Дьякону Иоанну Морозову. Это пишет... Писатель Чехов, Антон Павлович. Смотрите, жалобная книга. Для таких случаев как раз и предусмотрел ответ. Лопай, что дают. Так, это не знаю, что ли. Ведь дьякон Иоанн Морозов так предъявит претензии к писателям. Мол, пишите книги для него такие, чтобы читалось легко. Вот так и ко мне. И он пишет дальше. Уважаемый Игнатий Тихонович, нам понравились ваши книги, и мы рассматриваем вопрос об их издательстве в Украине. Вы написали, что редакция готова предоставить желающим право на издание вышедших и не вышедших книг. И мы бы хотели получить от вас официальное разрешение на издание ваших книг на имя общественной организации Ассоциации Независимых Православных Общин. Все, не слышал такое. Возможно, некоторые из них будут переведены и изданы на украинском языке, если вы дадите на это согласие. С уважением, администрация ООО АНПО. Ну, я что скажу. Мне уже говорили, в Санкт-Петербурге книги мои перезаноментировали и меня даже не предупредили. Ну, я претензий-то не имею. Не судите же с ними. Наоборот, я благодарю Бога. Но у меня условие есть одно. Ничего не добавлять. Комментарий так и написать. Комментарий, это можно. Но в мои слова ничего не вплетать. Не убавлять. Ну, убавлять они могут. Скажут, нам это вот лишнее там. Убавлять могут. Но не прибавлять. Потому что у меня пространство. Они скажут, ну, вот это понятно. Если что-то добавляете, в скобочках и показать. Ну, делайте вставку какую-то. Комментарий. Согласен. Кроме того, я не знаю, какой тираж у вас будет. Но 20% изданных книг мои. Чтобы вы знали заранее. 20% мои книги. Вот сколько бы вы ни издали, мои книги. Но не торопитесь что-то делать. Мои книги. Вы сразу же знаете. Они не ваши. И отсюда делом из этих книг, если только у вас тираж большой, 100 книг мне переслать. 100. То есть я, чтобы друзьям подарил. А остальные, которые в 20%, вы их раздадите бесплатно. И скажете, автор сказал раздать бесплатно. Вот как. 20% моих книг. Но из них я беру себе только 100, которые здесь раздам. Ну, один из земляров ставлю себе. Вот это условие я вам подпишу. Ну, сегодня же мне надо это сделать в электронной версии. Потом отпечатать надо будет. Все как надо и послать вам. Это вообще здорово. Дальше. Владислав Марущак. Слава Иисусу Христу, Игнатий Тихонович. Оставайтесь таким, как мы есть. Это мы считали уже. Это было, да. Если бы не вы, мы, друзья, не приняли бы православие. Но слава Богу за вас. Так, христианин православный Игорь Думщиков. Вот прицепился Виктор. Одну воду льет и льет. С ним неинтересно даже разговаривать. Бес в нем сидит и правит. Александр Тетюшев. Игнатий Тихонович Лапкин. С самим Христом данный нам всем проповедник Божий. Человек. Несомненно, что он уникальнейший и добрейшей души человек. То есть, я не считал это. Я не знаю. Вот беру прямо, просто утром встал. Вставил. Я даже не знаю, если будут какие-то нехорошие слова. Ну, ладно, дальше. Как можно было не видеть, что, встретив Христа, Игнатий Тихонович всю свою жизнь радуется и во всем подражает нашему Спасителю. Сердце разрывается от радости и благодарения Игнатию Тихоновичу, что на земле среди нас есть хоть один человек, который везде и во всем живет святой жизнью. Ну, во всем, но я стараюсь к этому, да. Так, слава Богу, что он очень любит Христа и с величайшей радостью днем и ночью более 50 лет непрестанно благовествует об этом. Несомненно, что Игнатий Тихонович всех очень любит. Поэтому всем нам надо бы горячо и сердечно благодарить за величайший пример простоты любви к Богу. За горящее сердце и молитвенную помощь всем людям, в том числе не имеющим в своем сердце Христа. Еще раз повторяю, я слышу это первый раз. Так что не думайте, что дифирамбы там поет человек, не знаю. Я перед Богом говорю. Я поставил материал сюда утром, вот уже встали когда, видите, я торопился скорее встать. Я не знаю, что здесь есть. Уверен, что придет время, впрочем, оно уже пришло, что каждый, знающий Игнатия Тихоновича Лапкина, и даже только слышавший о нем, самый счастливый человек. Интересно, на меня нападает, другой, ой, это говорит, жид, еговист, жид и еще еговист. Черные сотни написали. А им священник один отвечает, отец Сергий. И говорит, вот поверьте мне, пройдет 50 лет, да нет, говорит, намного меньше. И начнут канонизировать Игнатия, канонизировать. Додумались до чего. Что, говорит, не нравится из книг его выкинуть, да еще и мощи начнут резать. Но на это я и посмеялся. Залезают в могилу, и как сапогом дам, я сапога, говорю, похоронят, а так из могилы и вылетят, как у Епифания это было. Он заболел в пути, когда ехал, Епифания Киркский. И мимо матрос идет, и он говорит, ты не искушайся. А он знал, что он будет лезть. И когда вытащили его труп, на палубе был, он подошел, потихоньку приподнял, посмотреть, обрезан был или не обрезан, он еврей был. И он мертвый, как пнул, и он головой об палубу и помер. И пришлось этого матроса теперь топить самим уже в воде. Ну давай. В то же время полагаю, что всякий, обидевший его душу, или могущий помочь ему, но не помог, и еще в этой жизни содрогнется от собственного безумия и нечеловечности. Как можно было не видеть, не благодарить, не помогать, не беречь, не ценить. Божие. Мне интересно, я тут увидел, один говорит, вы лапки наговорите, так он уже умер. Умер? Ну надо же, я, говорит, сколько лет собирался к нему поехать, думаю, вот тебе она, теперь я себе не прощу этого. А другой ему отвечает, да он живее всех живых еще. Он говорит, ну тогда еще успею. Вот так, говорит, так интересная переписка. Дай Бог Игнатию Тихоновичу крепкого здоровья, долголетия во славу Божью, благословения и всяческой помощи ему от нашего спасителя Иисуса Христа. Крепко вас обнимаю, дорогой Игнатий Тихонович. Простите всех нас, не имеющих столь сильной веры, но поверьте, что многие через вас, среди которых и я, Тихтюшев Александр Кузьмич из города Бугуруслана, Оренбургской области, глубоко, в кавычках, перепахали себя. И во славу Божью, радуюсь всем встрече с вами. Поверьте, дорогой Игнатий Тихонович, мы все вас очень любим и благодарим Бога за такого проповедника и мощнейшее ваше благовествование. Вот видите, ну не все так ругаются, иногда весы выправляются. Вот если он похвалил меня, я уже имею опыт, кто-то сейчас сильно на меня должен напасть, потому что весы качнулись в сторону плюсовую. Дай Бог вам во всех ваших делах помощь и благословение Господнее. Не обращайте, пожалуйста, внимания ни на какие нападки, подобные от зависти к вам и злобы. Сергею Козлову отдельное человеческое спасибо за любовь и горячее сердце. Обнимаю тебя, Сергей, да благословит и укрепит тебя Господь. Вот так. Ну вот видите, что мы сегодня, какой необычный. Ну вот видишь, я могу потушить это дело и выйти на свои ресурсы, показать, какие у нас есть ресурсы. Вот к слову сказать, я не знаю, кто что зашел, может ругаться будет, может быть придется даже убрать. Ну тут заходят в это время люди. Вот что у меня здесь есть? Ресурсы. Я говорю, какие вот сегодня, мой мир, это главное для меня было, мой мир. И вот здесь вверху кистине два собачка Mail.ru, это почта, где можно тут и спрашивать и все остальное. И дальше у нас есть большой форум, 1600 различных тем, глубоких, больших, полных. Православный форум. Ну и третье, это самое большое, это православный видеоканал. Вот, посмотрите. Вот он как выглядит. Вот здесь нынче, которые поставлены были. А что вы каждый день, один сегодня пишет. А что это? У него каждый день по ролику идет, да милый мой. Вот в воскресенье у меня было 12, кажется, роликов в день выставлено. Ну, в основном 7-6, 5 редко когда. Почему? У меня очень и очень богатый материал. Ежедневно он готовится. Вот сегодня что мы выставили? Ну, первое, даже вчера про кошек-то было, где уже 662 человека. Первое, Диан Златоус, почти каждый день насчитывается. Дальше зима. Вот он, малыш, 102 пришло. Я сейчас даже могу это обновить, проверить, действительно ли столько 102. А ну-ка посмотри, сколько 102. 135 уже. Вот видишь, уже 135. Дальше. Насчитываем Новый Завет с толкованием. Вот оно, номер 85. 85-й ролик только Нового Завета. Занятие по изучению Святой Библии по скайпу. Уже 50 просмотров. Дальше. Утренние молитвы мы снимаем, с нами люди молятся. И события дня. Вот уже 6 роликов. Это только сегодня ночью я поставил. Если днем что-то будет, то я и днем поставлю. Ну и самый большой ресурс у нас, это сайт. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Вот если нажать на православный форум, нажать на ВИ канал. На православный форум зайдете, там, ну, новые. Вот если зайдете, вот я сейчас вернусь на него, то написано, вот здесь это, новое сообщение. Нажать и на первой странице. А вот дальше так вести, и написано поиск общий. Общий, в конце. На него нажать, в это время выскочит рамка. В рамочку вставляю нужное слово и уже нашел тему. И здесь самые ценные вопросы и ответы. 4124. Ну, я, сейчас мы проходим семья. Игнать Иванович, час пять минут уже. Пять минут, ну, хотя бы один-то можно вопрос прочитать? Один хотя бы вопрос. А то как-то и неудобно даже. Я вначале-то сказал, что вопросы будут. Считай. Вопрос 2627, 12-й том, открытый МОКом. Искусственное зачатие вошло во приход недавно. Есть ли у церкви свое отношение к нему? Экстракорпоральное называют, там дальше. Ответ. Есть, и его верующие не думают соблюдать, но молятся. Да будет воля моя. Епископ Григорий Грабе отвечает согласно с решением патриархии. Кавычка открыта. В ответ на ваш вопрос об искусственном зачатии, позвольте сначала спросить вас. Верите ли вы в то, что дети рождаются по воле Божией? Является его даром. Кто, как не он, моему сыну определил иметь семь человек детей, а членолюбивой дочери ни одного? Его всеведению виднее, что нужно для нас и наших сродников и окружающих. Если дети, несмотря на наши желания, не могут родиться, то значит нет на это Божьей воли. Стараться чего-то добиться против воли Божьей искусственными путями есть борьба с Богом, и на этом не может быть его благословения. Вот видите, как просто все объясняют. Один это считается самых таких, как умно, даже неудобно сказать, известных епископов русской православной зарубежной церкви. Независимо от этого общего положения. Всякая механика в этой области, материалистический подход к ней, да еще с тайной, сохраняемой женой от мужа, есть уже трещина в браке. А если нет тайны, то я читал, что часто у мужа является нелюбовь к сыну жены, от кого-то другого, некоторая ревность, хотя она ни с кем ему не изменяла. Во всяком случае, какое-то подсознательное внутреннее отталкивание. В данном случае, нормально ли иметь сына от брата своего мужа? Ставить себя в положение производительницы ребенка механическим способом, значит унизить себе достоинство женщины-матери, является борьбой против установленного Богом порядка. Видите, как глубоко разбирает. Рождение детей должно быть плодом любви мужа и жены, а не плодом человеческого произвола. По-английски это называется to play god, играть с Богом. Это, конечно, большой грех, несправедливость к будущему младенцу, который родился бы как приблудный, а не от супружеской любви, которая заменяется безвкусной и некрасивой медицинской манипуляцией. Это что корпоральное защитие называют. Дальше. 1 Фессалоникийцам 5.18 За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Это я эпиграф и всегда даю Слово Божие. Бтия 43.14 А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. Видите, какие слова. Это надо знать, что такое есть в Библии. Сараха 16.4 И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Перемудрость 4.1 Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Так что ничего-то особенного нет. И стихотворение. Не жизнь, а душу нужно сохранить. Задача человеку актуальна. Не на песке поставить, на гранит. Строителей иных заранее мне жалко. Цель запредельная, но постоянно рядом. Ступени восхождения строим сами. Бог побуждает и пугает адом. И обещанием блага райскими садами. Не это временная жизнь, а снова-основа. Мы при любом раскладе ее не сохраним. Кто с совестью расслышит слово иеговы, Себя отвержится, последует за ним. Душа бессмертная, незримая пока. Сумела ли, трудясь, родиться свыше? Бог вечный дух, не дед на облаках. Сумеем в суете его расслышать. И еле слышимое переменить к себе. Усвоить, претворить и воплотить. Что сделал для других, то для небес. Что для себя, то с дымом улетит. Предпочитать духовное, им жить, Любить Творца, с ним вечной встречи ждать. Под облаками мечутся стрижи, А темный лес – пристанище дежа. Душа бессмертная, где вечность проведет, Где после смерти будет ее участь. Ей в помощь Библия приятнее, чем мед. С утра до вечера нас постоянно учит. Вот только бы не погибнуть ненароком, И не прогнивать долготерпение Божье. На пользу взять и древние уроки, Да не подставить грех, смеясь под ножку. Спасти не эту жизнь, истратив на лекарства, Цепляясь за предательство, за жалкую жизнешку. В крови Христа очищены, приобретаем царство. Для верующих знаем все возможно. Второе, 05-е, 02-е, 05-й год, Игнатий Лапкин. Все на этом. Видите, сегодня какой богатый материал был. Благодарю, Никита, за начтение. Прости Христос. Во славу Божию. Володя там руководит, режиссер главный у нас. Во славу Божию.